Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2008 года выпуска Двигатель 2 литра Вариатор, полный привод Пробег на автомобиле 45 тысяч километров Без малого там 44 500, но решил сегодня заменить Масло в коробке Вариатор А также масляный фильтр Фильтр теплообменника Ну и прокладку поддона, разумеется Поднимаю автомобиль Снимаю переднее левое колесо И откручиваю Локер Люди интересуются иногда Автомобилю 10 лет А пробег такой маленький Да, пробег реальный Автомобиль очень мало использовался у предыдущего хозяина У хозяйки Хочу посмотреть состояние масла ТО проводили регулярно Но не знаю как Обстояли дела с коробкой Масла в коробке Мало Мало Масла в коробке светлое Уровень то его нормальный Я его проверял Добрал Возможно что ее и обслуживали И оно менялось в бумаг Почему то Именно по замене В коробке ничего нету Хотя ТО Проводились у официального дилера Последнее ТО было сделано ТО 110 Но при таком пробеге Я думаю что ничего не делалось В автомобиле Снимаю колесо Снимаю вот эту накладку Клипсы Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 клипсов Нам надо больно Чтоб до теплобинника Удобнее было подбираться Переднюю часть тоже отцепляем Сместим ее И здесь уже удобно будет ковыряться Сместим ее Вот и все Наш теплообменник Здесь удобно до него добираться Но что я еще хочу Попробовать сделать Я хочу найти Здесь у нас Шланги На подачу и на обратку Попробовать сделать Замену Закачать Скачать 5 литров Протянуть таким образом А уже 5 литров Выставить Залить и выставить уровень После замены фильтра Вот у нас радиатор Спереди стоит На охлаждении Вот он К нему подходит Трубки Снизу Одна здесь Одна здесь Вот я сейчас хочу Снять Что мне удобнее будет Снять Снять наверное Вот эту Да Сниму вот этот шланг Сниму вот этот шланг Да Масло чистое конечно Одел я вот так два шланга Шланг одел На шланг И второй шланг Одел На радиатор Сейчас На секунду заведу Посмотрю с какого шланга Пойдет Масло Это будет у нас Слив с коробки А второй шланг Сделаю уже На забор масла В канистру Со свежим маслом Поставлю Все разобрался Вот этот шланг Который у меня Одет именно на шланг А вот этот шланг Он одет у меня На радиатор Так вот Это идет Выход Из коробки А это идет Забор масла Свежего Беру Канистру НС-2 Номер оригинальный КЕ909-999-45 Открываю ее И Опускаю шланг В канистру Вот так вот Будет Завожу КОНЕЦ КОНЕЦ Ничего подобного Как я хотел Фокус не удался Она проталкивает Просто в поддон Свободный слив Насос Не закачивает Поэтому Такой вариант Не подходит Беру Заливаю Через щуп Масло В тазике Масло Смотрится Грязным По факту Масло Чистое На объеме Просто Смотрится Некрасиво Я сейчас Беру эту пятерку Заливаю Вариатор Заведу Так же И получается Через систему Протолкну масло После этого Уже сниму поддон Поменяю фильтр Поменяю прокладку Поменяю фильтр Теплообменника И Залью масло Уже Выставлю уровень Теплообменника 4 литра Слил 4 литра Залил Опять Запускаю Автомобиль Еще раз Запускаю Автомобиль Красней Велик Залю Слил Залю Запускаю Писarthy Жен Из Продолжение следует... Ну а теперь откручиваю поддон. Вот масло бежит. Видно, что без всяких примесей, без всего. Но я это не знал, поэтому во избежание всяких недоразумений автомобиль пробежал. У меня 45 тысяч. Я лучше его заменю и буду следующие 45 тысяч спокоен. Ну все, снимаю шланги и одеваю патрубок на место на радиатор. Одеваю хомут. Спасибо. Спасибо. И одеваю хомут. Смою очистителем карбюратора. Разводы, вот эти масляные подтеки, чтобы здесь ничего этого не было. Так, ну что, наверное, первым делом я заменю фильтр теплообменника. Сейчас сюда подсветки добавлю. Откручиваем теплообменник, 4 болта, головка на 10. Берем головку на 10 и ослабляем все 4 болта. Затягиваются они моментом 9 ньютона метров. Затягиваются они моментом метров. Затягиваются они моментом метров. Затягиваются они Copа-патрубок на уголь. Вот такой он, как я, вам летом летом метров, вот эти стены. Так, я очень желаю, как я так просто начинаю. Разводы. Субтитры сделал DimaTorzok Масло засочилось Все, теплообменник откручен Отводим его в сторону Вот так вот И видим наш фильтр Цепляем фильтр И вытаскиваем его Ну в принципе какие-то Здесь нитки Вот они есть Хорошо, что я его поменял Есть рабочее напыление Так что масло действительно в коробке не менялось Но коробка чистая внутри Страшного ничего нет На 90 тысячах Точно так же Заменю масло И фильтра Снимаем резинку Потому что фильтр у нас снялся Без уплотнителя Уплотнитель остается На месте И его надо обязательно снять Потому что Вот такой вот резиновый уплотнитель Новый фильтр мы будем ставить С этим уплотнителем Беру фильтр 31726 1XF00 Вот такой идет фильтр С резиновым уплотнителем И заводим его на место Все Фильтр установлен Теперь берем прокладку Теплообменника С торца она ставится Ее тоже меняем А вот тут нюанс Прокладку Мне не положили Сейчас позвоню Пускай везут прокладку Ну а чтобы Время не терять Тогда откручиваю Пока поддон Вариатора И заменю Нижний фильтр Сливаю остатки масла Которые в поддоне остались Ну и откручиваю По кругу поддон Головка на 10 По кругу Открутил Остается у меня Один болт Остается у нас У бelt Остается у меня в лесу Цик Ну и как видно здесь тоже все чисто без налета. Ну и сразу покажу магниты. На магнитах налет есть. Небольшой, но он есть. Откручиваю фильтр. Три болта. И снимаю его. Вот этот фильтр обычная гофрированная сеточка мелкая. Никакого дополнительного элемента в нем нет. Ни полимерного, ни синтетического, ни тряпочного, ни бумажного. Поэтому по идее этот фильтр можно и промывать, не менять, а промывать и ставить. Ну это опять же сугубо мое мнение. Но я поставлю новый и самое что интересно, не знаю в чем они отличаются и как они отличаются. Фильтр на полноприводном и на переднеприводном они чем-то отличаются, потому что номера у них разные. Беру новый фильтр 31728-1XZ0D и самое интересное, здесь сеточка ровная, фильтр оригинальный, но сетка здесь не гофрированная, она просто ровная. Для сравнения старый фильтр и новый фильтр, видно сетка в гофре и сетка ровная, ну внешне исполнение даже у него немножко разное. Беру прокладочку по кругу, смажу немножко, вставляю фильтр на место, наживляю болты. Спасибо за субтитры. КорHz Here проект субтитры Flipkart. Субтитры Il crock-rebros Kange Hbp, на самом начале кругу, он слой. Далее сборка капартана по кругу слmisком . Далее смотрите видео. Сильно тянуть не надо. По динамо 9 Нм. Пока здесь не протираю, потому что все равно еще набежит. Иду мою в поддон, магниты. Помыл я поддон. Протираю здесь подтеки, где протираю по контуру, где у нас прилегает поддон с прокладкой. И обезжириваю как поддон, так и корпус коробки. Обычным обезжиривателем все это делаю. Прокладку беру оригинальную. Сейчас я ее вытащу, чтобы номер показать. Вот он номер прокладки. 31397-1XF0C. Такая вот она идет, профилированная прокладка. Поддон помыл, магниты помыл. Здесь вот краска отслоилась. С обратной стороны небольшая вот такая вмятинка. А, здесь краска отслоилась. Так, ну, устанавливаю на место поддон. Здесь на поддоне есть направляющий. Ставим ровненько, чтобы у нас прокладка была не смещена. Все. Наживляем. Пару болтов. Наживляем и затягиваем остальные. Все, все болты наживил и протянул. Пробочку поддона я тоже подтянул перед тем, как поддон снимать. Теперь остается только установить прокладку теплообменника и заливаем масло. Прокладку до сих пор пока не привезли. Жду. Ура! Привезли мне. Колечко наконец-то. Пол дня прождал. Вот колечко 2920A096. Номер митсубисиевский, но кольцо у них одинаковое. Вот оно. Стоит оно с торца теплообменника, где он прикручивается к корпусу коробки. Показать не покажу, потому что это очень неудобно его снизу устанавливать. Места мало. Снимаем старое кольцо. Вот оно, старое колечко. И устанавливаем новое. Обязательно после того, как установим, перепроверяем, чтобы стояло ровненько. Оно центруется и держится за счет вот этих внутренних отливов. И, пояло всё. Так, сейчас prenчик. Я буду правила. Это как постель. Продолжение следует... Это как постель. Информированный день. И вот, сейчас... Все, кольцо я установил Площадку, где прилегает, я протер И устанавливаем теплообменник Прижимаем его и наживляем болты Смотрите продолжение в следующей серии Все, здесь я пока не закрываю Опускаю автомобиль, заливаю масло Завожу, смотрю, чтобы потоков здесь не было Ту канистру я пока оставляю на доливку Открываю новую И выливаю полностью в коробку Смотрите продолжение в следующей серии Запускаю автомобиль И проверяю снизу, чтобы не было подтеков Все сухо А нету масла Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Остатки вылил из канистры Максимум Ну все, уровень я выставил, нормально Дальше прогреется уже, уровень поднимется выше будет Все нормально, масло чистое, фильтр новый Ставлю на место подкрылок Здесь маленько красные разводы Вытиру И защелкиваю теперь уже с другой стороны на фиксатор Силиконовой смазкой смазываю клипсы Смотрите продолжение в следующей серии Устанавливаю на место колесо И на этом замену масла в вариаторе Масляного фильтра Фильтра теплообменника и прокладки Я закончил Всего вам доброго